Признаки преступления соответствуют уголовной статье о хулиганстве. Это и сегодняшнего заявления московской полиции. И тут же заявление Черемушкинского суда Москвы, который по достоинству оценил так называемый пранк на тему коронавируса в столичном метро. Арест до 8 февраля. Наказание для Караматулло Джабарова. Того, что, судя по видео, внезапно упал на пол в вагоне поезда между станциями Полежаевская и улицы 905 года. Бился в судорогах, имитировал приступ опасной болезни, тем самым пугая других пассажиров. Зато теперь-то явно не до шуток. По крайней мере, антураж изолятора временного содержания к подобным розыгрышам едва ли располагает. Да и сообщники, которые снимали Джабарова на камеру, скорее всего, отправятся туда же. Заодно, наверное, поймут, чем юмор отличается от попыток посеять панику. Ну а вообще, желающих опрести сомнительную славу на фоне китайской инфекции, чем дальше, тем больше. И отдельный разговор о том, как на ней зарабатывают. Инициативу предприимчивых граждан изучил Георгий Подгорный. Георгий, добрый вечер. Здравствуйте. Уже ведь целый рынок специфических услуг успел сформироваться. Действительно, активизировались, как их называют, схематозники абсолютно разного калибра. Кто-то мыслит очень крупно, а кто-то крайне мелковат. Коронавирус как способ заработка. Предпринимательская мысль родилась у жителя Татарстана. На сайте объявлений предлагает свои услуги почтальона. Емкое сообщение. Заберу за вас посылку из Китая, если вы боитесь коронавируса. За свои услуги просят от 100 до 1000 рублей. Правда, то ли заказов много, то ли наоборот. Но у бизнесмена оказался заблокирован телефон. Да и на связь выходил настолько с большой неохотой, что договориться о докурьерской доставке, как ни старались, не получилось. Нашлись и те, кто мыслит масштабно. Некоторые клиники начали предлагать платные тесты на коронавирус, а в России и на Украине появились мошенники, которые торгуют по высоким ценам, примерно в 7 тысяч рублей, вакциной. Только настоящего лекарства ждать еще несколько месяцев. Этим пользуются мошенники. Масштаб бедствия пока оценить сложно, потому что проблема только началась. У нас достаточно много таких людей, которые поддаются воздействию таких вот мошенников. Такие предприниматели, они видят, что есть определенная ниша и есть возможность за достаточно короткий период заработать большие деньги. К борьбе с коронавирусом подключились маги и волшебники. Начали продажу талисманов. Согласно описанию, артефакт по неким древним манускриптам защищает от любых вирусов. Стоит 5 тысяч рублей. И словно в видеоигре даже предлагают расширить силу воздействия амулета за 2 тысячи. В Санкт-Петербурге вовсе продают безделушку за полтора миллиона. Также появились защитные маски от карельских шаманов. Обращаемся к целителям. Поможет ли? Начинают придумывать вот эти вот обереги. И эти вот обереги, они как раз включают, знаете, программу выживания. Тем, что будет какой-то талисман, который чем-то заряжен, он будет помогать только психосоматикой. Пока одни пытаются коронавирус монетизировать, другие стремятся на нем поймать хайп. В ряде городов, в Тюмени, Магнитогорске, Ешкороле, уже не говоря про столицу, начали активно снимать пранки. Суть одна. Кому-то становится плохо, сразу прибегают люди в малярных костюмах а-ля химзащита. Такие пранкерские штучки недопустимы, поскольку они могут привести к достаточно серьезным последствиям. Вызвать панические настроения и какие-либо действия большой толпы людей. Фантазируем, да? Громить аптеки, требовать маски, брать их штурмом. Может быть, в состоянии паники, к сожалению, все что угодно. Но есть и другие примеры. Сатиры, которые едва ли заставят страшиться коронавируса. Небезызвестный депутат Наливкин, выдуманный чиновник из Уссурийска, который в роликах повсеместно решает проблему города. Очередная победа Наливкина, коронавирус которого нет. Фрагмент юмористического видео в стиле новостного сюжета. Вот он вчера бухал, сегодня его плохо, спахнели. По результатам проверки было установлено, что у пациента обычная ангина. Никакого коронавируса у нас в Приморье не будет. Мы четко контролируем ситуацию. Если можно шутить, то все-таки с темой, связанной около коронавирусности. Грубо говоря, это подорожание массы. Все должно быть аккуратно и не зло. Мне мое воспитание не позволяет шутить на эти темы. Есть же все равно, на мой взгляд, достаточно определенные темы, на которые не стоит шутить. И среди них, на мой взгляд, болезнь, которая еще и приводит к летальному исходу. И, конечно, не стоит пренебрегать мерами предосторожности. Стоит, скорее, не доверять тем, кто предлагает сомнительные товары или просто пытается сделать из коронавируса шоу. Георгий Подгорный о вирусном хайпе. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...